Всем привет, уважаемые друзья! Продолжаю цикл обзоров по сухим пайкам И сегодня в обзоре Южнокорейский аварийный рацион со вкусом пульгоги Он так и называется Emergency food Причем пульгоги это национальное корейское блюдо Представляет из себя Особым образом Приготовленную говядину Довольно вкусное блюдо, кстати, рекомендую попробовать И сам этот рацион Представляет собой прежде всего Пибемпап с соусом пульгоги Пибемпап это тоже Самое распространенное и популярное блюдо в Корее Представляет из себя рис С добавлением других продуктов Нет какого-то четкого каноничного рецепта Это просто рис, в котором Дополнительно сорти Из самых разных ингредиентов В принципе Я уже делал обзор подобного сухого пайка Он был от другого Производителя, но в самой Корее Очень много подобных сублиматов Так что Я думаю сейчас Имеет смысл оценить и другого производителя Рацион, который был в прошлом видео Он был более комплексный Там уже было что-то вроде супчика Здесь же мы получаем только одно блюдо Но зато здесь Имеется и небольшой выигрыш в весе Практически все надписи на упаковке На корейском языке Я с корейским языком не знаком К сожалению Какие-то приложения на андроиде Не совсем корректно это все переводят В любом случае Здесь имеется сайт производителя FNC Asia Можете зайти на их сайт Там будут другие версии Подобных аварийных рационов Ну и какие-то такие Более скажем так Цивильные версии Также здесь имеется инструкция По готовке А сам поставщик заявляет Что заваривать можно Как горячей водой Так и холодной Просто холодной Нужно ждать чуть дольше А также здесь имеется Надпись о том Что здесь судя по всему Содержится 250 ккал в одной порции Плюс Также на упаковке Имеется предостережение о том Что не нужно разогревать микроволновки Только для залива горячей водой Судя по всему И здесь также имеется срок годности Срок годности до 2017 года И также здесь имеется лейбл Samsung Samsung это крупнейшая корейская корпорация У которой есть также подразделение Которое отвечает за страховку То есть здесь написано Что качество данного продукта Застраховано на сумму 100 миллионов вон А сам пакетик довольно-таки плотный Здесь имеются специальные надрезы Для быстрого открывания Для предварительного заваривания И далее Для поедания Более удобного Внутри имеется ложка И собственно Соус пульгоги Судя по всему Там и присутствуют кусочки мяса Меня что радует Так это то что Довольно-таки Большая солидная Такая упаковочка И видно что Здесь будет Довольно-таки неплохой Мясной состав Что касается пакетика с мясным соусом То на нем имеется Также дополнительная информация По его весу 70 грамм И Калорийность 60 килокалорий То есть фактически Мясной соус На себя оттягивает Одну четвертую От общей калорийности Всего рациона А что касается риса То здесь нет никаких Дополнительных овощей То есть видимо Основной состав Это все-таки Сам рис И пульгоги Ну что ж Давайте заварим И так отрываем По линии надреза И просто Вливаем этот соус А далее Просто заливаем все Горячей водой И ждем 5-10 минут Как видите Там внутри стрелочками Имеется специальная линия До которой Нужно заливать воду Я немножечко Даже перелил И закрываем все На встроенную застежку И так Прошло 10 минут Я думаю Что блюдо По названию Пульгоги Уже готово Здесь есть Вот такой вот Второй спецнадрез Для того Чтобы видимо Можно было открывать Уже для более удобного Употребления Судя по всему Я перелил воды Как я и опасался Видимо Воду нужно было Сюда положить Совсем чуточку И рис Соответственно Выглядит Вот следующим образом Хотя С другой стороны Смотрите Если вот так Вот взглянуть То выше линии Не очень-то и поднялось Видимо Этот сублимат Все-таки должен был В себя впитать Чуть больше воды Но тем не менее Я думаю Уже можно есть Давайте попробуем Да Действительно Такое чувство Как будто бы Рис Немножечко Еще скажем так Не приготовился А что касается Самого мясного соуса Пульгоги То в принципе Вкус Скажем так Да Напоминает Оригинальное блюдо Но при этом Конечно же Он уже полностью Растворен В этом рисовом вкусе Поскольку Все-таки Этого мясного соуса Здесь было Слишком мало А риса Слишком много Но тем не менее Конечно же Это Значительно Интереснее Чем просто Какой-то Рис с овощами Знаете Если оценивать Остроту То по остроте Вкус Довольно-таки Мягкий И это довольно странно Для Подобного блюда Я думал Что будет Значительно Острее А так По уровню остроты Вкус Наверное Даже мягче Среднестатистического Доширака Как-то так В целом Вполне съедобно И Не очень остро На мой взгляд Довольно прикольная штука Если же в целом Оценивать данный Пищевой рацион То скажу так Он в принципе Съедобный Да Он достаточно легкий Занимает мало места Но Калорийность у него Конечно же Не выдающаяся Но зато Он Недорогой Он Стоит Всего Несколько Долларов Что Для подобного Рациона На мой взгляд Вполне Приемлемо Ну а у меня На этом все Всем спасибо Всем пока